Давным-давно на территории скандинавского полуострова плавали огромные ледники. После их таяния местность современной Швеции начали заселяться в области Свеоланд. Королевская власть усилилась в 14 веке и Северная Европа объединилась в Кальмарскую унию. Союз распался и после длительной войны между шведами и датскими сепаратистами ко власти в Швеции пришел король Густав Васса. В 17 веке Швеция громко заявила о себе став мощной силой в Европе благодаря своей могущественной армии. Также страна делала успехи в торговле. В последующее столетие королевству оказалось не под силу удерживать свои обширные завоевания и в результате Северной войны Россия обрела власть в большой части Северной Европы. В итоге в 1809 году шведы потеряли восточную половину своих земель. Северная война Война, длившаяся с 1700 по 1721 год между Швецией и коалицией североевропейских государств за обладание Прибалтикой и закончившаяся поражением Швеции. 25 июля 1729 года Швеция заключила мир с Саксонией, а 7 октября 1732 года мир с Речью Посполитой. Только эти договоры юридически закончили Северную войну. С окончанием войны в Европе возникла новая империя, Российская, имеющая выход в Балтийское море и обладающая мощной армией и флотом. Индустриализация 19 века пришла в Швецию достаточно поздно. Например, начало строительства железных дорог происходило только в 1860-х годах. И это стало важным фактором для развития страны. И уже в это время начали появляться первые предприятия, в частности в области электроэнергетики и химии. В 1876 году была основана всемирно известная компания Ericsson. Однако в начале 20 века Швеция оставалась на аграрно-промышленном уровне развития хозяйства, а индустриальная инфраструктура там только начинала складываться. Поэтому Швеция, в отличие от других стран, усиленно развивала металлургическое производство и машиностроение. Становление индустриального общества в этой стране тормозилось из-за крайней низкой плотности населения и его слабой мобильности. Городские центры развивались очень медленно, уровень урбанизации был низок, население оставалось преимущественно сельским, но из скандинавских стран Швеция была на тот момент сильнейшим государством. Ее экономика характеризовалась ускоренными темпами развития, активно развивалась наука, постепенно увеличивались объемы импорта и экспорта, в связи с чем наблюдались подъем уровня жизни и улучшение демографической обстановки. Развитие в начале 20 века В Швеции в начале века активно обсуждался вопрос о шведско-норвежской унии. В 1905 году на референдуме норвежцы высказались против унии, плюс Россия первой признала независимость Норвегии. Шведы не хотели так просто отпускать норвежцев и даже готовили армию, но не получили поддержки военных держав. 1905-1920 годы – время демократического прорыва. В это время у власти находилось либеральное правительство Карла Стоффа. После неудачи с норвежцами на повестке встала проблема избирательного права. В результате реформы в 1909 году равным правом голоса были наделены все мужчины, а через 10 лет и женщины. В 1913 году в Швеции установили пенсии, после чего общество разделилось на два лагеря – те, кто хотел урезать военный бюджет в пользу пенсии, и сторонники национальной обороны. В 1914 году случился крестьянский поход поборников увеличения расходов, против него был же организован рабочий поход противников. Это привело к политическому кризису и отставке премьер-министра. Внешняя политика Она определялась двумя аспектами международных отношений того времени. Во-первых, это были предвоенные годы и великие державы уже достаточно долго готовились к Первой мировой войне. Во-вторых, внешнеполитическая деятельность североевропейских стран заключалась нейтралитетом в европейских и мировых конфликтах. Швеция испытывала сильное германское влияние, склоняясь к союзу с Германией и усиливая армию, обосновывая опасностью со стороны России в ее политикой в Финляндии. В начале войны все скандинавские страны заявили о своем нейтралитете. Разумеется, Швеция была благосклонна к Германии. В годы войны Швеция крупно обогатилась, интенсивно поставляя ресурсы Германии. Однако Британия блокировала шведское судоходство. Это в сочетании с неурожаем вызвало тяжелый продовольственный кризис 1917-18 годов. Все накалилось до грани революции и правительство вступило в союз с Антантой, что спасло ее. В 1920 году Швеция вступила в Лигу наций. Снова был поднят вопрос о Баланских островах. Нужно было решить, кто будет обладать ними после получения ими права на самоопределение. Вопрос был решен в пользу Финляндии, но за островами признавалась широкая автономия, предполагавшая защиту там шведской культуры и языка. С точки зрения экономического развития 1922 и 1933 можно разделить на три части. Послевоенная депрессия 1920-1922 года, восстановление экономики 1922 и 1930 годов и Великая депрессия 1930-33 годы. Вторая мировая война В начале Второй мировой войны был официально объявлен нейтралитет. Швеция поддерживала Финляндию во время Советско-финской войны. Была организована разного рода помощь Финляндии. На ее стороне воевали добровольцы, осуществлялись поставки оружия и продовольствия. Несмотря на формальный нейтралитет, Швеция помогала Германии и шла почти на любые уступки, которые были затребованы немецкой стороной. Через территорию Швеции во время войны шел транзит оружия. Швеция интенсивно поставляла Германии ресурсы, поэтому она смогла легко перенести военный период. Политическая жизнь в целом была спокойной. Кроме того, шведы помогали евреям, строя на оккупированных нацистами территориях. Шведские учреждения, в которых евреям позволялось укрываться от сами знаете чего. Было спасено от 20 до 100 тысяч евреев. Также Швеция принимала беженцев из Прибалтики, которую захватил СССР. В послевоенные годы Швеция начала разрабатывать свою универсальную модель экономики. Право либералы в шведском парламенте, Риксдаге, принимали законы, регулирующие обиход капитала в Швеции. Правки были следующими. Активная международная торговля. В Швецию поступали хорошие деньги после продажи их ресурсов. Правительство инвестировало их в малый шведский бизнес и закупая там же товары на экспорт в Европу. Очень много шведских фирм превратились в конгломерат корпораций. Вольво, Эриксон, Орифлейм, Теледва и Икеа ежегодно увеличивали ВВП Швеции от 2 до 3 процентов, сокращая уровень безработицы. Доля государственной собственности в Швеции достигла в 1980-е годы 26 процентов ВВП, но затем начала сокращаться. Отчисленность государственных компаний упала с 1700 до 55. Правоцентристские силы начали скупать землю в соседних странах и давали установить шведским компаниям там свои заводы и предприятия. Это спровоцировало невероятный экономический бум, который закончился ближе к 21 столетию с приходом социал-демократов в Риксдаг, которые желали вступить в Европейский Союз. Итак, Швеция стала передовой страной мира по уровню благосостояния населения совсем недавно, но сейчас претерпевает миграционный кризис, провоцируемый левыми силами во власти. Надеемся, он скоро закончится. Также я вас приглашаю в паблик ВКонтакте История в картинках, там вы увидите комиксы на историческую тему с юморной нагрузкой, ссылка будет в описании, а украинцы ради такого паблика и не лень будет ВПН включить. Ну а на этом все. Прошу вас, пожалуйста, написать 2-3 комментария, например, что вы сегодня кушали, ставьте лайки и 200 лайков, новый выпуск Истории страны на пальцах. До скорого!